Я знаю, что сейчас у вас много всяких дел, помимо всего прочего, еще нужно закончить наконец-то школу и так далее, и так далее. В общем, есть время поучиться, а с другой стороны, если вы приступаете к тренировкам, то, наверное, времени не особо много. Да, как обычно, все время пропадает. Ну что ж, давайте посмотрим. Юля уже сказала про качество, бьются рекорды, действительно здорово, и мы все очень рады вот таким результатом. Сейчас в дистанции 100 метров бутерфляй. Павел Санкович, первая дорожка, сборная команда Белоруссии. Николай Скворцов, который выиграл 200 метровку с блеском совершенно накануне. По второй дорожке стартует Гартюн из команды Южной Африки. Его коллега, соотечественник, мощнейший Линдон Фернс. Евгений Коротышкин, который выглядит здесь, наверное, одним из фаворитов, естественно, по пятой дорожке, возьмет старт. Вот он, любимец московской публики, Евгений Коротышкин. Артем Воронов, по шестой еще один россиянин. По седьмой Никита Коновалов из России, еще один наш спортсмен. И Чатли Клосс, человек, который представляет Южную Африку. Здесь он также был призером наших кубковых соревнований. Юль, скажите, вам не обидно, что в самое ближайшее время вы начнете плавать уже без тех чудодейственных комбинезонов? Вы знаете, нет, не обидно. Я как не привыкла к них в плавать, так и не очень привыкла. Ну, как бы в купальнике как удобно было, так и осталось удобно. Конечно, они, да, может, что-то дают, но большой разницы я не вижу. Поэтому, если отменят костюмы, я даже за. Ну и слава богу, напоминаю еще раз, друзья мои, лишний раз с гордостью, что Юлия Фимова наша чемпионка мира. Первая российская чемпионка мира за многие-многие годы, заслуженный мастер спорта. Ну и сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Ну, я думаю, что здесь на самом деле, конечно, главное соперничество между Фернсом Коротышкиным. Вот сейчас мы видим, что Женя очень хорошо начал. Смотрите, он является рекордсменом соревнований. 49-74 результат Коротышкин. Он выиграл этап Кубка мира в Турбане. И вот сейчас оживились трибуны, потому что Женя очень сильно плывет. И пока Линдон Ферс ничего не может поделать с российским спортсменом, который опережает южноафриканца едва ли не на корпус. Блистательная совершенно. Еще одна победа. Шестая золотая медаль. И это мировой рекорд. Вот так. Айда Коротышкин. Молодец. Вот не успела Юлия Ефимова к нам подтянуться на репортаж, как сразу же такая победоносная аура распространилась. Да. Да. Кинг-понг не просто жив, а он еще и устанавливает мировые рекорды. Мы аплодируем с Юлией Ефимовой Евгений. Молодец. Вот я полагаю, кому будет обидно плавать из комбинезона на самом деле. Потому что Женя как раз говорил о том, что ему нравится. Нравится выступать в этих чудодейственных костюмах. Да. Мировой рекорд. Первый российский мировой рекорд на этих соревнованиях. Браво, Женя. Великолепные совершенно плавные. Результат 49.07. Вот Яна Крокера, олимпийского чемпиона, чемпиона мира. И сборная США не просто зашатался, а стал первым человеком на планете, который выпал из 49 секунд в 25-метровом бассейне. Евгений Коротышкин. Рекордсмен планеты. Браво. Линдон Феррес второй. И здесь мы видим, что Николай Скворцов доплыл до своей бронзовой награды. Женя, посмотрите. Ну, красавчик просто. Да. Трибуны просто ревут сейчас. Ревут трибуны. И есть от чего сейчас нам возрадоваться. Рекорд мира очередной на этих соревнованиях. И первый российский. Еще одна золотая медаль. Ну, вот сейчас нас крупно показывают. Юленька, давайте помашем ручкой. Да. Юленька Ефимова, обратите внимание. Наша красавица. Всенародная любимица. И мы продолжаем вести репортаж. Радуясь победе с мировым рекордом Евгения Коротышкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова